Вот вся эта колонна, которую вы только что видели, это один хор музыкальной школы имени Глиера. И просто представьте, какая непростая задача стоит перед приглашенным хормейстером найти общий язык со всеми этими музыкантами. Вот о том, как подобрать ключ каждому и сделать так, чтобы хор работал как единый живой организм, и поговорим на третий день Балтийской палитры. Молодцы, это здорово, смотрите. Я и своим ребятам, коллективам, с которыми я работаю в Москве, я всегда говорю, что для меня дороже букет из полевых цветов, потому что там каждый цветочек, он разный. Это индивидуальность. И, наверное, здесь я столкнулась именно с такими девчатами, которые разные по возрасту, разные по темпераменту, по голосам. Но они находятся в таком классном тандеме, и они настраивают меня. Мозги, мозги, мозги. Это вообще классно. Для певца это дорога в жизни. Голос может не так пригодиться, как голова. Я очень люблю шутить. Иногда это чуть-чуть мешает, мы начинаем смеяться, отвлекаться, но это действительно помогает расположить не специально, чтобы не завоевать людей, а чтобы они немножко расслабились и открылись. На меня, на меня смотрим. Поехали. Раз, и два, и вновь. Мария Николаевна шутит. И когда мы поем первый раз, она поет вместе с нами, ну, чтобы легче было. Помогает расслабиться. Когда она пришла, не показалось вообще, что она была строгая. Она крутая. А на второй день уже сблизились, если так можно строить. Умнички! Собрали к себе звук. Когда приходит новый хормистер, это новый опыт. Это очень сильно помогает в будущем, если ты, конечно, идешь по музыкальной линии. Быть гибким – это всегда хорошо, потому что ты сможешь подстроиться под другой коллектив, и сразу найдешь, можно сказать, общий язык с новым хормистером, с новым составом. И это очень сильно помогает на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok